Этим гимнасткам-художницам по 7 лет. Воспитанницы второй городской спортшколы неоднократные победители городских турниров. Командой они стали не случайно. Работа в группе подходит далеко не для каждой гимнастки, отмечают тренеры. Для этого у спортсменки должны быть определенные личные качества. В первую очередь ответственность и коммуникабельность. Партнерши должны чувствовать друг друга. У этих малышей все совпало. Мне нравится, что девушки гибкие в гимнастике, красивые. Я сама себя позвала, я всегда хотела быть гимнасткой, я добилась своего. Я хочу, чтобы я была всегда лучше. Я полюбила гимнастику, потому что я увидела, как это очень красиво. Я дома всегда занималась и сейчас занимаюсь, и мне очень нравится заниматься, и я люблю своего тренера. Стала Сергеевна. Я когда по передаче смотрела, как выступают девочки, я увидела, что они прыгают в шпагат отлично. Я сказала маме, мама, я хочу пойти на гимнастику. И меня мама отвела. Своё мастерство на коврах Югспорта сегодня демонстрировали порядка 60 групп. Все три с половиной сотни гимнасток – воспитанницы сочинских спортшкол и клубов. Основная задача – просмотр перспективных гимнасток, исправление ошибок, которые мы допускаем, ну и делать город красивым. Наши девочки – самые красивые в городе. Девочки первого разряда КМС борются на отбор первенства Краснодарского края. Лучшая команда будет представлять Сочи в Краснодаре. А вот девочки помладше пока оттачивают синхронность выполнения элементов. Групповые упражнения по структуре сложности намного выше индивидуальных. Здесь другой характер двигательной активности и энергетики, подчеркивают судьи. Выше и уровень ответственности у самих гимнасток. Ведь победа, как и поражение, у них одна на всех. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова